В Саратове на Соколовой горе разгорается коммунальная битва за право обслуживать один дом, бьются сразу две управляющие компании. Казалось бы, жителям от такой конкуренции одна польза – можно выбрать лучших специалистов. На деле жильцы больше года получают две платежные жировки и не знают, кому платить и куда уходят их деньги. Дошло до того, что людей грозят выселить из квартиры за долги. Как такое стало возможным, разбиралась Юлия Шишкина. Мы платим регулярно, нормальные люди, и вдруг нам вот такие платежки приходят. Нам плохо делается. Раздвоение личности стали подозревать у себя жильцы пятиэтажки номер два по первому Соколово-Горскому проезду. Второй год люди получают две платежки за ЖКУ. Дом не могут поделить две управляющие компании. Саратовская ЖЭК, которая обслуживает дом и собирает платежи четыре года, и новая организация «Успешный дом», которая пытается доказать свою законность. Постоянные какие-то угрозы. То в ящичек нам кинут, что ваше Саратское ЖЭУ плохое, то судебные какие-то разбирательства, постоянные какие-то кляузы. Успешный дом, можно сказать, даже не знаю, как сказать, идут войной прямо на нашу Саратовскую ЖЭК. Люди говорят, что новую управляющую компанию им навязали без собраний и подписей. Поэтому примерно 60% жильцов продолжают платить по старой схеме Саратовской ЖЭК. На днях они получили предсудебное уведомление от «Успешного дома». В бумаге сумма долга и угроза выселения из квартиры. Люди в панике. Никакого, ни письменного, ни устного у нас не было договора с «Успешным домом». Лично я ничего не заключала. И когда я вчера получила вот эту бумажку, что якобы я им должна, за что, я никак понять не могу. У меня уже 15 тысяч долг успешного дома. Я не собираюсь им платить, потому что у них очень завышенные тарифы. А в Саратовской ЖЭК нормальные тарифы, поэтому мы боремся за Саратовской ЖЭК. За право собирать деньги жильцов управляющей компании бьются, как и львы. А вот на обслуживание дома это явно не сказывается. С апреля коммунальщики ехать на этот адрес отказываются. И люди оплачивают работу частных электриков и слесарей из своего кармана. Ни одна из организаций-конкурентов не рвется починить текущую крышу или осушить давно текущий подвал. Пока наверху спорят, дом погружается в пучину текущей канализации. Отходы не идут в колодец, а идут прямо в подвал. Вот от этого и запах, и тут и мошка, и блохи. Вместе с жителями мы отправились в управляющую компанию «Успешный дом», которая так жаждет эксплуатировать дом номер два по первому Соколово-Горскому проезду. Директор уверяет, что дом под их опекой с февраля 2014 года. И процедура смены управляющей компании проведена законно. Кворума на этом собрании не было, но собрание проводилось между членами товарищества собственников жилья. Потому что данный дом входит в состав товарищества собственников жилья «Парк Победы». То есть не один дом, а шесть домов. Да, было заочное голосование и неоднократно проводились проверки государственной жилищной инспекции. Соответственно, мы до сегодняшнего дня работаем. В областной жилищной инспекции об этой истории с задвоенными платежками не знают. Но говорят, что выяснить, какая организация из двух законная, очень просто. Знаете, как можно проверить? Затребовать договора с ресурсоснабжающими организацией. А покажите нам заключенные договора на поставку воды, на поставку тепла, горячей воды, электроэнергии. Та компания, которая действительно управляет данным домом, с ней заключены. Если люди против не хотят стоять в нашей управляющей компании, они могут не стоять ни в нашей управляющей компании, они могут проголосовать, выбрать любую другую. Только для этого им нужно провести законное собрание. И это не освободит их от оплаты старых долгов, прежде всего, не надо об этом забывать. Поскольку за период, который мы обслуживаем данный дом, люди должны денежные средства. Должны более 300 тысяч рублей только за ремонт дома, уверяет Кирилл Пресняков. Он предлагает засчитать в счет долга деньги, отданные Саратовской ЖЭК. Но люди не хотят признавать самозванцев и вступать с ними в какие-либо отношения. Разобраться в запутанной ситуации жители просят прокурора области Степанова и областную жилищную инспекцию. Подписи под письмами явно наберется немало. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.